Так, мой французский коллега сделал, блин, киш. Французский. Киш, этот киш будет на Октоберфест презентироваться. Будет сразу их печь. В этой печечке. Вот сейчас идет просто тренировка. И Вильям? Вильям не хочет, чтобы его... Он кричит, чтобы... Не фотографируйте меня! Ты ты ниш! Достышь, дайд! Ну так, задумка, в принципе, неплохая. То, что хотят сделать, значит, смотрите, я объясню коротенько, что делается. Просто этого не делали, нужно сделать. Сварение бешемое, немного густоватое. Сюда добавится яйцо. Ну, получится типа как рояль масла. Нам нужен рояль масла, чтобы которое не остекалось. И бланчировали красный лук в белом вине. Потом все это будет на месте уже смешиваться. Наносится на... На тесто. Кроме консангерс. И будет спекаться. Какое время ты так делаешь? Сейчас? Необходно. Уже 3 минуты. Если вы так делаете, то есть утром. 300 градусов, да? Опер, но утром. Я смотрю, что это будет до 50 градусов. А, окей. Это хорошо, если так вот. Да, окей. Так вот, это хорошо. Так, так, так. Так, так, так. Так, так, так. Так, так, так. вот мы сейчас температуру еще пока не решились оба унтенами лесу куда-то но они хотят нижнюю делать 150 а вверх хотят сделать пока еще не решили 300 много потому что жарите на 250 наверное но я по-другому я немножко по-другому делал сейчас другая масса решим так еще одна попытка мы уменьшили порцию посмотрим потому что для одного человека это порция большая из каком для вас не видит как а медрец а за сверху 300 внизу 150 3 минуты ну посмотрим какой будет результат час три минутки прошло сейчас мы поглядим что у нас там получилось даст искали еще на развитие я тебя и ровно все это нормально масса держится ну все получилось все хорошо вот и разработали рецепт француз француз тренируется я тоже считаю по-русски он читает по-французски то есть мы от этого не можем никак отвыкнуть значит смотрите сейчас я буду бланшировать мои овощи их немного у меня полтора-полтора сколько поскольку мне не 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 ведь не рассказывать что все как будто вы во франции работаешь 10 10 10 15 килограмм 15 грамм овощей я в принципе их мог и в параками томате сделать но для параками томата не хочу потому что здесь здесь у нас находится паре и паре комик томате он не совсем не всегда доходит не станут волокнистый поэтому я его в круто кипяченом кипятке сейчас я его буду обваривать небольшими порциями под упаковочек по 5 килограмм у меня она 100 литровая . а в другой я тут же буду охлаждать охлаждать воду сразу снимать через кран и опять холодным добавлять то есть у меня льда как такового не нужно чтобы она мне просто дальше не варилась ну вот как и так так друзья значит это уже будет второе видео где я буду готовить готовить ну получается так что время то есть на работе все это очень сложно сделать я буду клеить возможно буду из может быть 3 4 снимать буду клеить видео с разных с разных своих источников и чтобы вы поняли как это делается что получится значит я приготовил себе просто сейчас порезал овощи овощи нарезаются как правило говорят размером не больше грецкого ореха в овощи идут корень сельдерея морковь и репчатый так по обрезкам которые они обрезки идут принципе всякие разные какие у вас есть если у вас есть кости то пусть это только чтобы они тоже были не крупные так как у меня их немного здесь у меня два килограмма обрезков и два килограмма овощей для начала я обрезки все все обрезки потом добавлю овощи и потом добавлю автоматную пасту для начала дарит но сегодня такой день что ну нет забыл купить томатную пасту поэтому я обжарю я уже начал просто обжарю обрезки мясные и обжарю овощи а доделывать уже буду непосредственно завтра ну вот как то так есть конечно много у меня обрезков не нужно большое количество соуса готовить то тогда я пользуюсь конечно паракет параконвектоматом я все свои обрезки укладываю на такие плоские противни чтобы просто у меня они хорошо брали со стороны 200 градусов на полчаса этого достаточно они приобретают хорошую форму ну получая закинул сейчас они быстро отварятся я шумовочкой вот такой вот большой сразу быстро буду перекрыть работать в этом случае нужно будет очень быстро чтобы овощи не дай бог не переварились то есть они должны сохранить цвет они должны быть еще аль денте обрезки обжарил немного потому что я завтра буду добавлять томатную пасту поэтому немного на сегодня я заканчиваю если смысла не дальше готовить все завтра для одного моего коллеги для меню нужно сделать роспись но меню немножко продано неудачно потому что гости будут переходить между двенадцатью и семнадцатью часами то есть за разница пять часов и поэтому роспись перед всем моим желанием негде просто в этой в той маленькой кухне держать где он будет где это меню будет выдаваться а всего четыре меню три из них которых по три ганга то есть по три подачи ни одно детское там всего две подачи но тем не менее очень неудобно и очень плохо поэтому я решил я обжарю говяжьи стеки очень быстро обжариваю на 230 градусов и потом сразу отправляю в шоковую заморозку чтобы у меня внутри мяса еще оставалось сырое мясо я сразу предварительно солю и обжарю и вот так вот так вот КОНЕЦ 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 С РЫБЫ ПРОТЕР Я модуль что есть КОНЕЦ ЖАРИТЕ чтобы рыба у меня тоже была еще сырая, она не должна быть у меня полностью готова, потому что человек, который будет разогревать на месте, чтобы у него рыба была еще иточная. Рыбу я также солю с одной стороны. И после того, как я ее пожарю, она тоже идет в соковую заморозку. Играет. Найден. Найден. Курица. Моя. 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 Покажу еще маленький один трюк. Сковорода у меня сейчас очень сильно горячая. Здесь стоит пожарная сигнализация. Если я сейчас начну ее охлаждать, то это будет просто катастрофа при пожарной. Поэтому, чтобы это не случилось, я делаю такую вот хитрость, чтобы было не так обидно для сковороды. Сковороды. Чтобы не было много театра. Потому что, когда горячая сковорода, она очень сильно воняет. Даже вытяжка не помогает. Ну вот. Такой щадящий режим. Все. Сковорода у меня остывает. Так. Чтобы, естественно, и мои горячие элементы, которые встроены в саму сковороду, чтобы они не полопались от переменной температуры. Ну, это как. Дело индивидуальное каждое. Хотите делать, а хотите нет. Мои сковороды всегда остаются прямыми. Они не выгибаются ни в ту, ни в другую сторону. Хотел еще раз показать. Мясо у меня остыло. Ну, вы видите, что оно как бы слегка даже чуть-чуть подморожено. Прослойка кровяная у меня еще здесь. То есть, тот повар, который будет разогревать его, он поставит термометр. Термометр. Внутреннюю температуру на 52 градуса. И будет примерно при 120 градусах внешней температуры разогревать. Чтобы к тому моменту, как он будет подавать гостю, температура внутри мяса была примерно... Она постепенно будет расти 54 градуса. Этого будет достаточно. Мясо будет не сухое. Мясо будет сочное. Верем. Так, ну рыба. Рыба. Рыба, смотри. Значит рыба. С одной стороны она обжарена полностью. Здесь она еще сырая. То есть, ну, даже видно вот прослойку такую вот. Это докуда она прожаренная. А вот эта часть вся еще сырая. Ну, это и хорошо. Этого нам и нужно. И вот так вот мы ее и будем разогревать. Вместе с мясом одновременно. 120 градусов. Как только мясо достигло 52 градуса, конвектомат звенит. Мы доставим и делаем подачу. Следующим шагом бланширую овощи. Так, и печеную воду хорошо солю, крепко солю. Чтобы вкус ее был такой, как будто она немного пересолена. и осталось он. Обязательно размешать, чтобы кислородulk и посырять в места. И вот просто подкрышут на ледку. Обязательно размешать. – Это будет чистый кис. – Возвращение. – Возвращение. – Возвращение. – Хорошо. – Обязательно размешать. овощи у меня охладились а я просто открываю кран вода у меня лично все растекает канализацию как вода течет я добавлю все попробую на соль добавлю соли соль перец сливочное масло мускатный орех все овощи мои готовы сейчас буду готовить картофель с росмарином картофель мы предварительно разрезали пополам разложили его на на противне с отверстиями пустили под пар и проверять мы начинаем примерно если мы так готовим 17 минут потому что картофель разный он бывает и 17 и 21 и 27 и даже было у меня что и больше 30 минут находился под паром и тем не менее был еще не готов значит мои картофель приготовленные сейчас я их на сильном огне обжариваю посолю поперчу добавлю сладкую паприку порошок добавлю копченую паприку добавлю прованские травы немного чесноку вынимаю в противне и охлаждаю обжариваем аккуратно до голодного цвета так лопаткой снизу чтобы картофель у нас не повредился добавляю паприку немного для цвета просто прованский трав копченой паприки для запаха перец чеснок перемешиваем и просто вынимаем так 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 Добавляем свежий розмарин. Идем в охлаждение.